всем привет с вами особенно хаю елена и сегодня очередной выпуск программы и по на флэт все ничего попробуем наверно но ноус компас фронт сайт 360 попробуем ну короче мы сегодня мы на новом склоне здесь все круто и даже музыка прикольно играет но блин эта музыка здесь играет везде поэтому это видео скорее всего могут заблочить потом по авторски поэтому если вдруг на какой-то кусок видео будет наложено авторский то соответственно просто посредством ютюбовских технологий вырежу этот кусок ну и видим перезалью вконтакте счетом в комменты закрепленном комик ссылку оставлю ничего еще мы просто прокатимся до поедем вот на тот дальний склон поэтому для этого нам надо сказать скатиться по ближнему склону кстати он такой весьма резкий как по ночам а поехал давай прыгать да Продолжение следует... Продолжение следует... И опять же, да, из-за того, что здесь вокруг орёт музыка, мы сегодня должны научиться ещё громко говорить, громче, чем обычно. Давай пока ковыляем к тому подъёмнику, давай, тренируемся. Раз, два, раз, два, три. Ну-ка, давай. Раз, два, три. Не знаю, слышали вы что-то, я еле услышал. В общем, ладно, такой немножко тестовый выпуск. Посмотрим, насколько нам удастся перекрикивать эту музыку и насколько за неё будут блочить. На эту узкую, на самом деле, громче всего орёт. Короче, у нас резко поменялись планы. Здесь приехала наша подруга на новой доске ОЕС. ОЕС, да. Жёсткая какая-то кевларовая доска. Вернее, с кевларом. Вот, огромные ростовки для неё, 154-й, при том, что, мне кажется, сама Олеська, наверное, примерно такого же роста. Вот, и она предложила, я сказала, что что-то у неё прям совсем большая для неё доска, непомерная, никак она с ней исправится, и предложила прокатиться на ней. Да, поэтому сейчас пока, наверное, вместо занятия, не знаю, может, это видео будет целиком вместо занятия, сейчас посмотрим. То есть, мы сейчас поедем обратно, и Лена попробует, собственно, встегнуться в эту доску и катнуть, затестить её. Да, главное, чтобы ботинки стали в креплении, потому что у неё, наверное, очень маленькая нога по сравнению с моей. Ну, чё, катнём-то. Давай я тебя. Так, ну, мы приехали на исходную позицию, и пока Олесе не видно, но вот, кажется, это её доска стоит. Блин, она больше моей, даже, даже больше моей большой. Да, учитывая, что у Лены мужская, капиталь. Походу, мне придётся даже ботиночки затянуть. У меня осталось их несколько. Нет. Может, она с кем-то приехала? Ну, какая? Может, 154-я? 154-я, да. Вот, 154-я, так по-любому. Вот, крепый её. Так что расследование прошло успешно. Да, ищи её там. Что-то мне как собаки. А какая там команда, чтобы искать собаку? Не знаю. Тут чё-то её нет. А, не слышно. Мне никогда не было так жарко. Привет! Привет. А что, запотел? Мы как-то не одеваемся. Блин, это ад. Да? Ну, ща затейся. А жарко мне никогда так и не было. Да, ну, ща не да. Мне никогда не было жарко, когда я каталась. А ты по этой каталась, Трась? Да. Да. Слабо, слабо. А, чё? Оттали вы, Кай. Блестящее. Сколько сантиметров? Вон, она стоит 9. Приложи свою, трави. Ну, в общем, мы убедились, что это доска Олеси, поэтому теперь можно смело щупать её. Ну, не Олесю, а доску. Сколько они здесь стоят? Олесику потом пощупаем. Чё? Олесику только там пощупаем. Я знаю, что это ничего не значит, но всё равно. Просто чувствую в сравнении со своей, по ощущениям. А маша где? Ну, покажи. Меня Лена зовут. Очень приятно, Михаил. Миша. А, ну, легко будет запомнить. Тёска, да? Да, да, да. Зысок. Моё. Слушай, ну, моё пошире, да, походя? Да, она, по-моему, тут чё-то. Она может закрепиться? Да не, она какая-то, ажберобласт. Ну, Лена на ней закладывает. Так и это такая же. Ну, да. Не, она прям... Нет, вот эта копитка считается достаточно... Ну, доска не должна быть, как фанера, а иначе у тебя динамики дуги не будет. Какой смысл в жёсткой доске, которая не может прогнуть? Ну, фиг за это. Я так и тут отталю, либо её надо летку замерять, либо просто смотреть. Попробуй, сидись, у тебя подойдут крепко. Попробуй, подержи, пожалуйста. Да не, погоди, я вот так вот хотела сейчас сделать. Она тяжелее, чем моя. Прям нормально. А ты где-ка там? Тоже там? А, ну, вместе, конечно. Давай. Она бы их взяла, я себе её бы взял. Ну, если я могу не влезть в твои кепки. Попробуй. Ничего, не чистая? Всё, большая нога, что ли? Ну, у меня 38-й. А, у тебя что? А ты не знаешь, да? Нет, что нет. Я откуда знаю, какие у тебя нога? Не знаю, 35-я. 35-я? Да. Детский мир открывает? Нет, нормально. Нет, кстати, встали. Стали, вот это. Иди попробуй. Давай. Что, у меня прям мандраж какой-то. У тебя ещё и стойка направлена? Ну, хочешь поверни? Не, не хочу. Как раз. Это не трудно. Попробуй. Больше в бедро сейчас завариваю, короче. Ты не хочешь, что ли, попробуй? А? Ну, я-то не влез точно. А, на этой? Ну, можно попробовать, наверное. У меня жёг что-то там. Попробовал, по-моему, вот этот. Я? Я не пробовал. А, на дотах. А, тут дотах, попробуй, дотах. Нормально-то заменять. Не, да, реально. Нет, вопросов нет. Нет, конечно, конечно. Почему бы и нет? Когда ещё получится? Хотите наши взять черепушки? Нет, мы уже переоделись. Ладно, пошли и пробуй. Блин, я сейчас так поняла, потому что нет. В общем, мы вернулись обратно, потому что тут произошли одни события. Мы их тоже сняли, но пока не знаю, будем вставлять видео или нет. В общем, мы обратно телепортировались на этот первый склон. И думаю, на нём тогда и начнём. Сейчас я попробую показать, что мы вообще будем тренинг. И, собственно, приступим. Сегодня, тем более, нападало много свежего снега, поэтому скорее всего... Ну, ты хоть не говори, что мы сегодня тренинг. А, я уже вначале сказал. А, ты сказал? Было же вступительное слово. Уже столько времени прошло, что Лена уже аж забыла. Мне спасибо, память от стресса. Да, да. Так, ну вот, давай тогда. Да, погнали. Было? Давай ещё раз. Да. Это прям, по-моему, максимально. Да? Да. Собственно, давайте посмотрим, что нам вообще для этого нужно. То есть, во-первых, мы должны... Да, во-первых, мы должны уметь хорошо задирать заднюю часть доски. То есть, мы должны, как бы, ногу заднюю подгибать, колени вверх. То есть, вверх и чуть-чуть в сторону ведущего колена. То есть, примерно это выглядит так. То есть, мы доску чуть проталкиваем, и ногу подгибаем колену вот сюда. То есть, тогда вот этот компас, он будет более амплитудный. То есть, в принципе, это немаловажный элемент. Поэтому можно просто поездить, допустим, в траверсе. Конечно, хорошо бы отрабатывать это по линии падения, но здесь просто такой резкий уклон. Вот, чтобы вы понимали на видео. То есть, вот он примерно вот такой. Соответственно, проще поотрабатывать в траверсе. Да, музон здесь орет люто. Лена просто танцует, поэтому я про музыку. Офигеть снегопандик начался. Да, да. Я надеюсь, там нас видно. Видно, видно. Ну да, это, а ты попробуй на переднем. Каньте в ту сторону. А, не, на заднем. Давай, кстати, попробуй на заднем. Офигенно. А дай-ка я попробую на заднем. Давай. Дай-ка, это сложнее, кстати. Блин. А вот меня предлагал. Все-все поняли, да? Вот, блин, кидал постоянно. Так что, все. Моя совесть чиста, могу теперь ей предлагать. Моя совесть в снегу. Все, давай, передний кант. Разворачивайся. Во-во-во, сейчас, вот. Еще, еще прям сильнее подтягиваю. Так, мы прям около, около динамиков. Давай свалим отсюда. Давай, на заднем гоня. Ну, в целом, ну, в целом, ну, теперь, собственно, следующий момент. То есть, по сути, сейчас будет техника, которая так или иначе задействуется и в баттерах, ну, вот этих компасах, и в ноле, там, 180, 360, даже больше 360, 540. И так далее. Ну, я пока только 540 могу. Вот. Вендривать. Да, да, да. То есть, мы должны, как бы, за счет следующего движения, которое я покажу, доску, как будто мы хотим резко повернуть в горку. То есть, такой резкий поворот с проскальзем. С хорошим, глубоким врезанием заднего конта ведущей ноги. Можно я скажу? Перед вот этим вот упражнением. У меня есть тоже упражнение. Вот для... Прежде чем делать баттеры вот с этим подтягиванием ноги на ходах, встаньте где-нибудь в стороночке, желательно, где мягкий снег. Попробуйте на месте это сделать с завалом. То есть, прямо до падения довести. Да, ну, главное, чтобы не было ошибки, когда вот так вот, если человек будет тренить, он вот так может начать делать. Дай покажу. Ну, я вниз съеду. Ну, что это вместе? Все-таки... Просто... Ну, да. Корпус, короче, ровно. Вот, я еще один нюанс скажу. Смотрите, корпус ровный, но все-таки вес смещается на заднюю ногу. А можно сделать еще вот так. Вот я сейчас покажу, а Миша потом не ведет. Можно сделать вот так вот. Знаешь, просто без смещения подтянуть к себе ногу. Это тоже неправильно. А, ну, давай, я тебе покажу. Я пока... Да стой-то, давай. Это на переднем ходишь, да? Ну, не важно. Я на левом. Дальше, Алена покажешь, как неправильно тоже. Да. Есть еще один момент неправильный. Когда делать вот так. То есть я как будто как топтыгин топчу склон. И это тоже неправильно. Ну, да. В общем, доску нужно как бы проталкивать под собой. При этом корпус должен оставаться ровным. Да. Ну, это, по сути, вот... Ну, касаемо самых таких больших ошибок, по сути. Таких, которые прям на корню руинят. Теперь давай перейдем к твоим. Да. В общем, сейчас покажу, как это выглядит. Как раз это было в одном из прошлых выпусков, когда что я показывал? Энди. А, Энди, да. Вот как раз это, да, и для Энди этот момент подходит. То есть нужно доску прям постараться вот так вот, грубо говоря, скрутить за ней такое положение, да, то есть винтом прям. И тогда, скажем так, задний кант ведущей ноги, он прям максимально вонзится в склон и доску так прям вверх за рулю. По сути, пятка, пятка ведущей ноги. Вот кат за пяткой ведущей ноги. Да. Я задумела. Я задумела. Я задумела. Доску снимаю. И тогда начинаю, да, теперь отдали. Выталкиваться с задней ноги, то есть тем самым доску еще дальше туда, скажем так, прогружать нос. И она вот так вот загибается и туда мать за рулю. Сейчас сломаем. Важная часть, вот важный момент, вот эту часть канта заднего загрузить, чтобы, короче, доска прям жестко туда провернулась в гор. Сейчас еще раз покажу, а следующий спуск уже Лена будет пробовать. Ставьем? Ставьем. Вот, Рыдвина. Вот, опять забила. Нет, я показала ее сначала. О, это прям вообще можно. Вот она как за рулю наверх. Дай камеру, дай, дай. А что отсюда? Вот, ну я думаю, понятно, да, вот идея. То есть вот это уже как бы получается закрутка. И еще такой вот важный момент, то есть я специально прям сакцентировал на замахе. То есть вы должны вот в эту позу, которую я там показывал, вот в эту, вы должны прям как с такого замаха сесть. То есть прям правой рукой потянуться, грубо говоря, к ведущей рукой, к ведущей ноге, к пятке ведущей ноги. Ну сейчас попробуй даже на небольших. Вот. И по сути, если вот этот момент на работе, как минимум трех и 360, а она просто будет сама такая пук и вылетать. То есть в этом и прикол всех этих элементов, что вы не должны мучиться, типа вот так трех упрыгать. Сейчас покажу. То есть что-то там. Надо еще посередине в азарь. Да, 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 да. Еще как вот обычно прыгать, вот так вот ногами еще делать. Какие-то такие вот вещи. То есть смысл в том, что... Дрожь земли называется. Да, Вилен говорит, дрожь земли называется. То есть, а когда вы делаете вот за счет вот этой техники, это и выглядит со стороны эстетично. То есть доска вас сама пук, закрутила. Это и выглядит эстетично. И ощущается для вас кайфово. То есть во всем нужен именно вот этот памп, когда доска вас сама выпуливает. Так, все, я аж это отдышу. Примета, признак прикольного, довольно-таки сложного трюка. Если что-либо выглядит прикольно и легко, значит человек капец сколько времени на это потратил. Да, да. В общем, если вам кажется, что трюк легкий, значит... И кайфово смотрится. Значит, да, он сложный, и человек на него реально, да, потратил дохрена времени. Поэтому будьте к этому готовы. Так, ну что, наверх? Да. Ну все, мы наверху. Давай сейчас помнишь, да, что делать. Мы должны сейчас как бы с поступательным движением, да, сесть в стойку, как будто на заднем канте в карвинговой такой стойке. То есть, и прям по максимуму торсионно скручиваешься и подключаешь еще голеностоп. То есть, правый мосток прямо на себя тянешь. Вот. И должна прям, ну скажем так, когда это с поступательным делаешь, да, то есть, правой рукой прям вот как будто хочешь отпустить руку, то есть, к снегу, да, в районе пятки. Да. И доска должна опять же скрутиться голеностопом, помогая скрутке. То есть, право, ведущий пальцы на себя, задние ноги от себя. Ну, загибаешь вот так. Да, на месяц попробуй. На месяц что надо делать? Ну, в эту стойку сядь, да, вот как будто ты едешь туда, представь. Да, слогу. Да, да, да. Ну, когда это скручивается у тебя там за шаг? Ну, в целом, да. Ну, в целом, блин, у меня чуть ноги сломали. Давай, давай, ну-ка, подскручивайся. Во, ну, туда-сюда, чтоб было видно, вот, да, 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 что ты скручиваешь. Ну, просто делай туда-сюда, вот, да, 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 да. Вот, да, скручивается, все супер. Ну, давай попробуй теперь. Сильно не разгоняйся, то есть, ты должна, поняла, вот, скрутка в сеть, чтобы у тебя прям, доска развернула в гору. Как будто, как будто садишься в правую пятку, то есть, ты должна вот большей частью ее загрузить, а скрутка, как бы, это не помогает. Ну, садишься в пятку. Да, 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 да. Давай. Это господь, я спорю. Ну, кстати, кстати, неплохо, неплохо, но, скажем так, больше надо синхронизировать вот эти движения вступательного, да, и приседания, так сказать, наседания на правую пятку. Давай. Все, туда иди. Поставь на паузу, я поправлюсь в лакулах. Все, погнали. Давай еще разок. Правый носок на себя. Подожди, вот смотри, ты видишь, ты пытаешься уже бац. Ты должна просто сесть туда и выпрямить заднюю ногу, то есть, как бы, вытолкнуть дополнительно в эту пятку, и тогда тебя зарулить туда, понимаешь? Давайте еще разок попробуем. Не надо, я, кстати, не надо. Ты смотри, ну, да, я покажу еще раз на месте. Вот, ты садишься, круг, говоря, туда. Чуть-чуть еще, как выталкиваешь, слегка, с задней ноги. Ну, в общем, чтобы по максимуму погрузить вот эту часть заднего конца. Легко сказать. Ну, да, здесь нужно практиковаться, практиковаться. У тебя получится, я верю. А у меня в задних три конца можно сразу с заднего конца притворить? Нет, вот в том-то и дело, вот как раз заходи вот сейчас на задний кант, вот давай, инициация белая, и заходи. Во, 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 вот это вот не все будет. А если сейчас все, будешь заходить, смотри, давай, покажу. Замаха, то есть вот постарайтесь завтра сделать вот эту фото у тебя, замаху, вот. Ага. Где? Ничего не видно. Ну, короче, поняла. Мы уже все это видели, эти следы. Еще, кстати, темнеет, уже вроде свет подрубается, а может здесь все включат, будет отлично. Давай, пробуй. Замах влево, держи корпус, и прям одновременно садись, и корпус разворачивайся. Ну, долго, долго. То есть ты уже в правом конце, ногой, концом, пяткой воткнулся, а у тебя все еще замах. Ты понимаешь, ты должна сесть туда, в этот поворот. Сразу в задний концы, и как только... Сесть, да, да, сразу. Уже стойки, скрутки, уже поступательные, уже в него застойки, так сказать. А ты переделешь, как будто ты собираешься там, это, 900 градусов, там, прыгать, скорость. Давай еще раз покажу. Где? А, ну, она говорит, что поняла. Тогда давай, не тормозим дело. Я тренил миллион раз, а я не... А я, вот она говорит миллион раз, я все время заставляю трень. Ну, сложно, реально, я просто все знаю, сложно себя заставить тренить. То есть человек вот научился чего-то, и вот он ездит на катку, вот это. А нужно все время пытаться на шаг вперед выйти. Я же, тем более, видишь, я рядышком, я всегда тебя пытаюсь заставить, поэтому слушайся. Слушайте, взрослый, давай. Ну, сейчас больше опять баттерка, то есть ты опять... Она выфуливает. А потому что ты пятку не прогружаешь, то есть ты должна максимально заклонить вот эту часть, вот, вот эту часть заднего конца. Тяни на себя пальцы со всей дури в этом повороте, то есть с правой ноги, да, ведущей. Прямо так, да, садись и тяни. Да, давай еще раз. На месте? Ну нет, стой на низ, все, давай, езжай. Давай. Во, 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 во. Сейчас так еще, попробуй еще сильнее, прям максимально. А левый, задний, наоборот, вот с тебя. Максимально сортионки. Максимально с трудом, давай. Ну, в целом, нур, давай еще, да, прям с туда, до конца, трени, трени. Прямо именно садись туда, глубже, прям, вправо. Ну, в целом, да, похоже. Давай еще разок попробуем. Мне просто самому еще интересно, я сам, скажем так, еще пока тренирую, чтобы это прям отлетало. У него мягче и уже доска. Ага, конечно. Это правда. Опять заметают святы, господи. Там ничего не было. Ничего. Нет. Ты зрителям не даешь понять вообще. Да там ничего не было, потому что. А, конечно. И доска у тебя мягче и уже. Вы понимаете, какая балабо? Какая балабо. Какая балабо, вообще. Давай, давай. То есть, я на самом перепаде была, он на полыжнике. Вот, видите, какой широкий след от скользяка. Давай не было больше, сейчас всех только в панталыку забьешь. Как бы, шутки должны быть в меру, понимаете, господа? То есть, когда человек слишком много шутит, он становится шутом. Нет? Когда человек слишком много умничеет, он становится душнилой. Ну, вот на том и порешим. Все, поехали на подъем. Не, на самом деле, Лена молодец. У него просто еще нога ведущая побаливает. У него что-то, ну, причем это независимо от сноуборда. То есть, что-то у него там случилось с ногой. То ли она по новой плитке дома босиком до хрена ходит. И, видимо, у него там... Не амортизирует, соленки не сгибает. Плиточные натоптыши образовали. Поэтому она сегодня прям стоически, героически пытается выполнить этот трюк. Да. Так, ну, вот эту закрутку мы потренили. Теперь сейчас мы должны будем выйти в такой, ну, базовый компас. То есть, без подтягивания пока колено. То, что вот мы вначале тренили, когда пытались подтянуть доску, протолкнуть, подтянуть. Вот. А сейчас, соответственно, мы... Ну, можно на месте по три. То есть, вот представьте, что мы в этой позе, да, в которой мы входим в закрутку. И, грубо говоря, себя туда выталкиваем. То есть, это пока что просто даже за счет того, что я туда выталкиваю, плюс она еще закручивает. То есть, как бы я в эту закрутку выталкиваюсь с задней ноги. И меня одновременно, собственно, и закручивает, и баттер, да, вот это получается. А после мы уже, собственно, подключим подгибание. Так, сейчас Лену попробуем. На месте, а потом вот попробуем, собственно, из этой закрутки. Так же просто ногу выпрямишь. Да, садись вот в эту стойку. Нет, да, да, ну, вправо. Скручивай. С винтом, да? Вот когда ты садишься в пятку, потому что мы предыдущий спуск тренили. Правую руку тяни к пятке, к снегу. Нет, неправильно садишься. Во, во, да, как будто в карвинговую стойку, но скрутка более лютая, понимаешь, на крайней. Сейчас смотри. Ты можешь себя не скручивать. Мы в скрутку просто сели. Нас задача, аж только что показал. Теперь вытолкнуться с задней ноги в ведущую, чтобы поднялся хвост. Я только что показал. Так ты, значит, садись рукой по хайбеку. Я просто не понимаю, зачем ты сейчас вот это все делаешь, понимаешь? Просто займи позицию. Вот, еще раз показывай. Вот, и вытолкнут, и все, что от тебя надо. Чуть-чуть повнимательнее, Леночек. Чуть-чуть, чуть-чуть. Я смотрю в камеру. Давай. Тоже мне сказали, что ты вот в этой начал делать. А потом ты просто ничего. Можешь я в ней и начал. Ну, короче, сейчас мы должны уже из конечной позиции. Ладно, давай, пробуй. Вот этой. Просто сядь, да, в изготове. Да, да. Чуть в заднюю ногу. Правой рукой тянись к снегу. Вот, да, да. И вытолкнись. Вот, да, да, да. А выпрямиться надо? Вот это на герке. Ну, да, можешь и подвыкнуться. Вот. Собственно, давай сейчас попробуем это сделать. То есть не обязательно сейчас так люто вытолкнуться. Мы теперь вот после вот предыдущего элемента, когда мы уходили вот в этот поворот резко, да, мы сейчас должны туда теперь, когда нас уже все начинает закручивать, мы себя выталкиваем. Мы тем самым еще сильнее воздействуем на нос доски, на задний кант. Она еще сильнее скручивается, и нас еще сильнее одновременно и закручивает, и, собственно, получается уже такой зачаток. Короче говоря, цели, амплитуду какую-то словить нет. Есть цель синхронизировать действия. Да. Да. Крубо говоря, вот, достаточно там, чтобы даже на 180 развернуло, просто главное, чтобы вот совместить. Вот даже видно, ну, отсюда не особо видно, вот Ленин должно там быть видно, что вот этот заворотик следа, так сказать, крючочек вот этот там остался. Причем уже такой даже более лютый, потому что я туда еще выталкиваюсь с задней ноги. Давай, пробуем. Ну, в целом, да, но вот тебе не хватает все время заклонов в задний кант, да, то есть тебе нужно прям сильнее носов на себя тянуть и сильнее туда прям заклониться. Ладно, сейчас я буду думать только про задний кант, а там дальше. В целом, это нормально. Я, опять же, не вижу, стороны себя не вижу, я хрен знаю, как я там тебе сейчас показываю, поэтому ты тоже следи за моим базаром. Ладно, сейчас я буду думать про задний кант и заодно пробатор. Да, давайте. А не пробатор уже. Ну, сейчас ты еще подлетел, короче, думай, да, в первую очередь вот об этом заворотить. Ну, вот я сейчас думала про пятку и меня подвыкинуло. И ты смотри, опять, чтоб тебя не выкидывал вот в эту трех ноль. Нельзя выпрямляться в предыдущей ноги так сильно. Да, давай, пора налить. Да? Ну, скажем так, надо, нужно движение делать, скажем так, амплитудно, но не резко, чтобы не было как прыжка, скажем так. Ну, чтобы так вот оно не отщелкнуло. Да, да, да. Во, 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 уже лучше, да. Давай, все, вот, старайся сзади кант получше. Да, вот когда слева там накаток поет, чуть-чуть, наоборот, не выпрямленный снег слева, там прям кант лучше будет вонзаться. Давай. Ну, в целом, ничего. Собственно, давайте попробуем подключить уже сгибание колен. То есть, вот, собственно, подтягивание, подтягивание доски. Подтягивание, как бы, вот сюда, в сторону правого колена. То есть, не куда-то вверх, а именно вот, получается, когда мы задираем доску, она же нога вот так стоит, поэтому мы должны колено ценить, как будто поощущению, вот в эту сторону. То есть, не вверх куда-то, потому что голеностоп у нас вот под таким углом, как доска поднимается, соответственно, и подтягиваем сюда, вправо. Ну, относительно моей левой ноги, да, сзади. Ну, соответственно, видно сразу, как амплитуда возрастает, да. Давай еще раз. Вот, сейчас я попробую, давай ты попробуй сделать то же самое на месте, да, на передний кантер, на нем попроще. Вот, ну, у Лены это вообще круто получаться должно, потому что она умеет делать тейлблок. Давай. Ну, да, ну, вот. И сейчас, собственно, у нас уже будет, по сути, завершение в какой-то степени. То есть, завершающая часть. То есть, сейчас я уже все, поеду и попробую сделать, собственно, компас уже с подтягиванием заднего колена. Поехали. Лена села на попу. Это неправда. Давай еще раз. Сейчас вроде ничего так было. Сойдет. Ну-ка, а сними еще снизу. Дай-ка прям перед тобой попробую. Место? Ну, да. Какой пичный пиздаш. Оцените великую операторскую работу. Так сказать, для шарца потом. Сло-мошечки. Так, ну что, давай, пробуй. Ну, смотри, в целом ничего, ну, посиди, подтягивай колено. О-о-о, ну, ничего, давай еще сейчас. Давай. Ну, в целом, скажем так, давай пятюню. Можно было повыше. Ну, да, Лена говорит, что можно повыше. Таше, я... Опять же, я не видел, как у меня получилось. Нет, я чувствую, что я подтягиваю. Ну, коленка нормальная подтягивает. Ну, то есть, я усилий прилагаю. Но я недостаточно туда заваливаюсь. То есть, я смещаюсь. Скажи, предыдущие не совсем это делаю. Вот прям в нужную сторону. Здесь вот тоже такой момент. Если вот пытаться тянуть, вот как... Я же говорил, что он уже коленка туда тянет. Да, если пытаться вверх тянуть, вот так... Ну, просто ничего не получится. Да. То есть, это сера... Да, да, да. То есть, нужно именно стараться туда. Вот, это, кстати, ну, момент такой вот с падениями. То есть, не нужно, опять же, бояться сняться падать. То есть, чем больше раз вы вот так упадете, то есть, тем вы больше будете раскрепещены. Надо стараться падать, но контролируемо. Специально. Да, да. То есть, опять же, даже вот когда карвинг тренировка, вот, ну, с людьми, то есть, я их заставляю, так сказать, заваливаться, потому что, ну, карвинговый поворот это заклоны, и, соответственно, мы должны преодолевать свои инстинкты, которые нас пытаются все время... Спасти! ...изо всех сил, да, наступли, вывести. То есть, человеку, вроде, кажется, он такой заклонился. А где? Где резаная дуга? Нет ни одной дуги. Ну, че? Ты же такой эпичный вообще пейзаж, ты прям очень хорошо смотришь. Да, просто чуть-чуть прям... Грызовой фронт как будто. Прям, особенно, вот, в этой линзе прям вообще очень эпичный смотришь. В общем, да, если вы что-то трените, обязательно, чтобы себя откалибровать, старайтесь падать. То есть, настолько сильно сделать что-либо, например, там, баттер, пресс, неважно, или, там, резаную дугу, чтобы именно завалиться в этом элементе. То есть, сделать перебор. Тогда вы себя откалибруете. Ну, как калибру, как калибру, да, калибру. Но даже вот я сейчас покажу, вот, заклон, как вот обычно люди, да, пытаясь резаную дугу нащупать. Вот сейчас. Да, это сбоку надо. А ты доску-то снимала? Да, да, конечно. Не, что в том, чтобы было видно, что я такой заклоняю? Конечно, конечно, конечно. А вот теперь? Оскорблять мои операторские навыки. Сейчас я буду заклоняться сразу. В общем, вот как-то так. Это немножко такая даже затравка, наверное, на будущее видео про резанные дуги. Ну, да. Про карвинг, так сказать. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Так, ну, а мы что, на этом завершаем? Нет, у меня есть слово. Во-первых, я напоминаю вам про наш телеграм-чат, где мы обсуждаем поездки всякие там совместные. И присылайте, если пробуете то, что мы сейчас тренем, или вообще что-то другое, трените свой фристайл, присылайте свои видосы туда. Просто, скажем так, нет ничего более мотивирующего, чем какой-то нормальный, близкий к народу человек, который что-то пытается сделать. Да, и, соответственно, ссылка на чат будет в описании к видосу. Блин, прям на полусловия оборвал аккумулятор, съевшенный. Хорошо, в кармане у меня еще два запасных. Собственно, я закончил, кажется, на том, что говорил, ссылка будет в описании, в закрепленном комментарии. И да, Лена мне напомнила, то есть важный момент, о котором мы обязательно должны упомянуть. То есть спасибо Никите за очередной донейшн в размере 3К. То есть он, можно сказать, шейх наших выпусков, так сказать, спонсирует бензин для того, чтобы мы могли приезжать на гору и снимать вам видосы. Поэтому все благодарим Никиту. Спасибо. Ну и, собственно, все. Всем пока.